Мы купили фонарики вот такие в фикс прайсе по 150 рублей. Забрали все, сколько было, 15 штук. Сейчас покажу, как мы частично осветили участок этими фонариками. Днем не видно же будет, показываю ночью. Это вот дорожка в туалет. Поставили, осветили. Возле качели поставили. И поставили вот так. К выходу. С одной стороны только, потому что у нас вторая сторона еще не облагорожена. Вот так я стою возле входа. На участок. И вот такая красота. Можно ночью гулять. Написано, что заряда хватает на 6 часов. Ну, в принципе, посидеть вечером хватит. О том, когда человек спит, какая ему разница, когда они потухнут. Смотрите, как классно. Пройдусь с фонариком вот так. Красивее, чем в темноте. Такая тишина у нас. Красиво. Вот так это все смотрится. Если найдем, еще такие же подкупим. Еще сделаем дорожки. Ночью так интересно. Яблоки падают. Желуди стреляют по забору. Коля пошел спать. Мне спать совсем не хочется. Завтра к нам приезжает моя сестра. В гости. Если она будет не против, я покажу свою сестричку. Слышите? Яблоки падают. Ой, а запах. Коля сегодня траву покосил на участке. И сейчас такой запах стоит от скошенной травы. Хорошо. Я, наверное, принесу сейчас подушку, плед. И буду спать на воздухе. Не хочется просто уходить. Так хорошо. Всем, кто ложится спать спокойно, у вас сна. Ну, а кто днем смотрит, всем хорошего дня. И пока-пока. До завтра. Всем доброе утро. Снимаю уже утром. Время полвосьмого. Утром все смотрится немножко по-другому, чем ночью. Вот тоннелики. Которую я показывала ночью. Пыталась я уснуть на качеле. В три часа ночи стало холодно. Я ушла в домик. Вот так смотрится дорожка, которую я показывала ночью с фонариков. Так она смотрится днем. Но самое интересное, что мне удалось подловить, как распустился вьюнок. Потому что мы приезжаем в основном после обеда. И он уже всегда закрытый. Вот, смотрите. Мы недавно поставили шпалеру. Я показывала. Это вот так вьюночек уже обвелся вокруг арки. И вот так он распустился. Ну, я сажала вьюнок разноцветный, сборный. Я показывала этикеточку. Там должен быть розовый, белый. Но почему-то победил только вот, выжил только вот такой фиолетовый. С одной стороны, это удобное растение. Если в начале сезона посадить, оно, конечно, заполонит и шпалеру, и арку. Но то, что оно рано открывается и рано закрывается. И потом целый день цветы закрыты. Это не очень выгодно. Яблочки нападали за ночь. На этой арочке, которая ведет в огород, распустился. Но с одной стороны здесь как-то солнышко меньше. Здесь нет распустившихся цветочков. Сейчас покажу на соседском заборе. И вот так на заборе смотрится. Ну, жиденькая, правда. Но на фоне ненанных цветных цветочков фиолетовые разбавляют белый и красный цвет. Вот так вот. На виноград появился. Генеастры распустились. Наконец-то я увидела космею, которая соответствует названию на пакетике. Карликовая космея. Потому что вся остальная... Вот, смотрите. Это вот выросла. Она маленькая такая. Ну, сантиметров 60, наверное. Потому что остальная выросла вот с меня ростом. Никак не карликовая. Ой, красота. Ну и пусть у меня нет разнообразия. Нет гладиосов, нет роз. Нет никаких сложных цветов. Все равно красиво. Это остатки семян. Я бросила на пригорок. Я, по-моему, говорила уже. И они такие цини маленькие, выросли. Хорошенькие. А здесь венок получился лежащий. Потому что я подсадила. В надежде, что Коля мне сделает стоечку. И пока Коля делал мне стоечку, веночек тут по земле пополз. Стоечку он сделал. Это отдельное видео я выпущу. Просто еще не покрасил. Мы сначала хотели сюда вот эти шпалеры. Но получилось, что не очень красиво. Когда заходишь на участок, глаза упираются в эту шпалеру. И такое впечатление, что забор стоит. Поэтому эти шпалеры туда на мангальную зону расположили. А сюда сделали сделку, растоечку. Сейчас я покажу. И потом покажу уже отдельное видео, когда ее покрасит. Вот такая стоечка для вьющихся. Хочу попытаться клематис посадить. Ну, потому что у него цветы целый день распустившиеся. В отличие от вьюнка. Вот покрасит. Потом уже сделаю. Смонтирую видео и покажу. Подслушала щебетание птичек. Потому что переживала вчера. Кот здесь бродил. Ну, конечно, по винограду он не залезет. Но живые сидят еще в гнезде там. Но они услышали, что я шуршу травой и затихли. Они такие тихушенькие. Пока я сидела на качеле, они тут щебетали. В винограде стало подходить, и они затихли. Удобно очень. Ночью я ходила здесь. Очень удобно. С фонариками. Соседям понравилось. У них из окон. Наши часто как на ладони. Им понравилось. Понравились наши фонарики. И смотрите, сколько у нас яблок. Ну, это они попозднее немножко созреют. И у нас есть яблоня. Она такая чуть-чуть осенняя. Смотрите. Эту подпорку сделали. Потому что яблок очень много. Видимо-невидимо. И ветка прям уже нагнулась почти до земли. И тут я тоже лишние семена у меня были. Подсолнечника. И цветов подсолнечника. Ой, паутина тут высадила. Вот так. В забор смотрит. Развернитесь во двор. А это пошел рябинолистник. Тут, что мы в лесу выкопали. Он сначала засох. Вот этот маленький. А потом от корней пошел. Мы его маленьким выкопали побольше. А это между забором и хозблоком. Ну, это свободное место. Здесь цветы сами посеялись. Вот так красиво. О, малинка. Малинка, малинка. У меня никак руки не доходят до малины. Культурно ее сделать. Тут я как-то изматягивала. Делали поддержку. Потом все это убрали. Вон, смотрите. Какая крупная-крупная малина. Это какой-то куст интересный. Вот сколько ягодок. Вот сколько ягодок. Ну все, я заканчиваю. Всем всего хорошего. Хорошего настроения. Хорошей погоды. А я буду лакомиться малиной. А я буду лакомиться малинкой. Вот так вот.